Всем здравствуйте! Это программа «Крымский пармезан». Почему? Потому что конец недели, но одновременно конец недели означает начало нашей новой программы. «Крымский пармезан», в которой мы вас знакомим с самыми интересными событиями, которые произошли на полуострове за минувшие семь дней. С вами Александр Янковский и Екатерина Некреча. Здравствуйте, Александр! Здравствуйте, все наши радиослушатели! Ну что, сегодня мы по традиции, вы сказали, новая программа, но на самом деле это выпуск нашей, новый выпуск нашей программы «Крымский пармезан», где мы рассказываем о новостях, анализируем новости за всю прошедшую неделю. Вот только начали программу, уже не понимание, Катя. Уже не понимание, Катя. А как нашим слушателям понять вообще, о чем мы будем вести речь? Не знаю. Мне кажется, вы слишком привыкли к обществу Стаса Юрченко и Павла Казарина, и сейчас вам будет немного неловко. Я сейчас буду немного отвыкать. Да, будете отвыкать. Но, тем не менее, в Крыму случилось много интересного, и мы, как журналисты Крымреалии, не можем молчать об этом. Новость первая. Вы будете читать, озвучивать или я? Нет, давайте вы. Хорошо. А я буду шутить. Давайте мы. Хорошо. Значит так, Крым и Севастополь подписали соглашение по установлению админграницы. Наконец-то скажет нормальный среднестатистический крымчанин на эту новость. Наконец-то! Граница есть! Граница, которая должна быть на замке, как известно. Запор должен быть или нет? В советской и российской вообще истории всегда граница должна быть на замке. Иначе зачем эта граница, если она не на замке? Я считаю, что должен быть забор, должны быть собаки, вышки. Там, наверное, да, находиться? Ну, чтобы, мало ли, вдруг враг не пройдет. Какой-нибудь турист какой-нибудь захочет проехать из Севастополя, чтобы посмотреть, например, на Симферополь или Джанкой. Зачем он нужен? Я, как материковая, мне сложно рассуждать. Видите, у вас крымские реалии, все посложнее. Для меня Крым — это Крым, как бы был всегда. А тут, оказывается, Крым и Севастополь, вот даже с границей решил обзавестись. Так вот, российское правительство Крыма и Севастополя, они подписали соглашение о взаимодействии по вопросу установления границы между двумя субъектами. Об этом на своей странице в Facebook написал российский глава Крыма Сергей Аксенов. Ну вот, собственно, он говорит о том, что документ предусматривает создание правовых и других условий для определения координатного описания административной границы. Необходимо подготовить соответствующий проект, получить заключение госэкспертизы с землеустроительной документацией, сообщил Аксенов. Аксенов, вроде бы что-то подписали, а в то же время еще надо очень много документов подготовить для того, чтобы все-таки эта граница, она случилась. И у меня, как у материковой, опять же, подчеркиваю это к вам, вопрос, как крымчанин Александр, почему до сих пор нет никакой границы между Севастополем и Крымом? Меня этот вопрос тоже, на самом деле, беспокоит. А скажите, а вы отличите жителя Севастополя от жителя Крыма? Элементарно, по границе. Видишь, все, кто с той стороны границы, это жители Севастополя, а все, кто с этой стороны границы, это жители Крыма. На самом деле, там же в чем фишка с этой границы? Дело в том, что сам по себе, ну вот есть она как бы, да, это административная граница, она была и до 2014 года, но просто Симферополь, имеется в виду Крым, как административный регион, он претендует на некоторые земли, которые на шесть участков, которые являются спорными. И вот тут, не дай бог, чтобы не было каких-либо приграничных конфликтов, понимаешь, потому что ведь это только первый шаг сейчас, да, вот в начале происходит что там? Делимитация границы, потом демаркация, потом поставят столбики, а потом будут говорить, и позвольте, отодвиньте этот столбик на метр туда. Почему на самом деле там долгое время не могли договориться по поводу этой границы? Потому что вот этих шесть участков, они находятся в горно-такой лесной местности. Там есть вода, там где красивые сосны, там где есть красивый лес, и, собственно говоря, кому же достанется эта земля? Ну вот якобы договорились. А что это означает для людей, для простых обычных людей? Ничего это для вас не означает. Вот как ничего не решали, как не выбирали господина Аксёнова, например, так и дальше не будете его выбирать. Как не решали судьбу этих земель, так и дальше не будет, получается, не будете решать судьбу этих земель. Ну вот Сергей Аксёнов говорит, что никаких вообще разногласий нет между Крымом и Севастополем, да? Ну а тем не менее, новость номер два в нашем списке. Немного что-то как-то смущает меня. В Севастополе проблемы с продажей обратных билетов из городов Крыма в Севастополь. То есть из Севастополя выехать можно, а в Севастополь въехать как бы уже сложно. Нет, нет, понимаешь, как бы можно, можно выехать пока что еще, пока еще граница полностью не на замке между Севастополем и Крымом. Хотя на самом деле я тебе скажу, вот всегда, всегда жители Севастополя, те, которые считают себя коренными жителями Севастополя, но это имеется в виду те, которые приехали, допустим, на Черноморский флот когда-то из России, и там остались после того, как вышли в отставку, их семьи. Они всегда считали, что Севастополь должен быть закрытым городом. Вот таким абсолютно закрытым, как это было в советское время, что только по пропускам. Причем по таким строгим пропускам. И не просто милиция должна проверять, да, а должны проверять это пограничники, чтобы, не дай бог, какой-нибудь там житель Крыма не приехал в Севастополь и не увидел своими глазами вот этот город, как они его называют, русской славы. То не дай бог вообще, вдруг он в своей памяти унесет частичку этого самого города. И сейчас, видимо, эти же люди, о которых сейчас становится все больше и больше, только по официальной статистике за последние пять лет на территорию Крыма и Севастополя приехало свыше 200 тысяч человек с соседней России, так вот этих людей там становится больше. Черноморский флот растет, военных тоже больше, чиновников больше. И эти люди, видимо, очень хотят, чтобы снова появилась вот такая действительно реальная граница. Поэтому я думаю вот этой новости, что невозможно купить на обратный путь билет на автобус из Крыма в Севастополь, они будут воспринимать эту новость как радостную, потому что зачем вообще держать этих предателей? Выехала из Севастополя, все, зачем тебе возвращаться уже? Нечего было выезжать. Да, нечего было выезжать. Ну, если серьезно, да, то на самом деле эта проблема в кассах Севастопольского автовокзала случилась. Почему? Потому что случился переход администрации Крымавтотранса на новое программное обеспечение, отлично используемое от того, которое используют в Севастополе. Теперь предприятия не могут обмениваться базами данных о проданных билетах. И вот по словам директора Крымавтотранса, севастопольским коллегам также предлагали сменить программный продукт, но они предпочтили отставить старый. Что, собственно, и подтверждает слова Александра Янковского о том, что Севастополь говорит, выезжайте, пожалуйста, но назад не возвращайтесь. Назад, наверное, вам не стоит сюда ехать. Кстати, еще ранее глава Севастополя, этот российский губернатор, господин Овсяников, заявлял, что вопрос объединения с Крымом, цитирую, сейчас не актуален, и что он против этого. А почему заговорили по поводу объединения Севастополя с Крымом? Вот я напомню, наш коллега Виталий Портиков, он сказал следующее, что Севастополь на самом деле, он будет иметь вот такого военного или гражданского управителя администрации, присланного из России, до тех пор, пока там, ну, в общем, как бы пока не найдут причину, что его там не должно быть. А после этого его все равно объединят, и уже будет, когда вот найдут замену господину Аксенову на такого же присланного из Москвы, когда найдут, когда перестанет быть необходимость в господине Аксенову, вот тогда объединят уже и Крым, и Севастополь. Но что же будет с границей между этими двумя регионами? Как же тогда быть? Как же быть? И как, главное, добраться, если ты выехал из Севастополя? Как тебе туда заехать? То есть как новый, теоретически российский глава Крыма сможет приехать? И как сам Аксенов вообще сможет добраться из Севастополя? Крым или Севастополь, да? В общем, сложно все. Но я не понимаю, зачем севастопольцам уезжать из города, когда у них такие замечательные новости в их городе. Например, в музее под открытым небом заповедники Херсонес введут фейс-контроль посетителей на религиозность. То есть понимаешь... Нимб светится или нет? Ну, как бы проходите, женщина, а вы, попрошу вас остаться и вернуться еще раз. И подсветитесь еще немножко. Почему, для чего вообще вводится этот религиозный фейс-контроль? Дело в том, что на территории этого самого заповедника Херсонес-Таврический есть также еще действующий храм московского патриархата. И туда не могут попасть бесплатно, то есть их требуют покупать билеты верующие люди, прихожане этого храма. В ближайшем прошлом решили сделать так, что выдадут три тысячи паспортов прихожан вот этого храма. И теперь же надо еще как-то... Что надо сделать? Надо проверить, действительно ли это прихожане. А пока этого всего не сделали, для того, чтобы бесплатно туда пропускать, а пока этого не сделали, значит, будет проводиться религиозный фейс-контроль. Об этом рассказала Елена Морозова. Тот человек, который, собственно говоря, отвечает сейчас за управление делами в Херсонесе. В первую очередь посетители будут встречать администратора, а не охрана, пояснила она. Понятное дело, что будут заходить люди, которые идут в музей, а прикрываться некоторыми моментами. Понимаете, некоторыми моментами? Прикрываться некоторыми моментами. Но мы все-таки здесь работаем с человеческим лицом, с людьми, поэтому если они приходят и говорят, что идут в храм, значит, они идут в храм. Давайте так. В общем, капитуляция полная произошла. Слушайте, но мне вот интересно, фейс-контроль, это же вообще пришло там из клубов, закрытые вечеринки какие-то, да? Вот это вот само понятие, слово-то, в принципе, да, которое используют. Вы были когда-то на вечеринках, где был фейс-контроль, например? Знаете, как проходит процедура? Нет, расскажи. Мне просто интересно, фейс-контроль на вечеринках, он будет чем-то отличаться от религиозного фейс-контроля? Ну, то есть, если проверяют, например, как ты, что на тебе надето, ты можешь ли прийти на эту вечеринку, да, в таком луке, скажем так, может, там только там black tie, а ты пришел в джинсах, и тебя не пустят. Вы много мне знаете слов рассказали. А религиозные, у тебя должен быть платочек, например, юбка и прочее. Вот да, интересно, как это будет определяться, или там, ну, не знаю, там, крест покажи, да, там рубашку расстегни. Да, ноу-хау, понимаете? Возможно, такого в мире нигде нет. А потом это ведут вообще, да, по всем территориям, оккупированным в России. Смотри, мне кажется, тут еще один очень важный момент. Дело в том, что я бы не останавливался на религиозном фейс-контроле при проходе на территорию музея-заповедника Херсонес-Таврический, но также и вел фейс-контроль для посетителей. А с какой целью вы идете сюда? Вообще Херсонеса. Да, вообще Херсонеса, и дальше больше бы еще вообще всего Севастополя. Я думаю, что поэтому и билетов-то нет из Крыма в Севастополь, потому что думают над системой, разрабатывают систему фейс-контроля. Конечно же, с какой целью вы вообще из Симферополя в Севастополь едете? Вот смотри, человек заходит, приходит в музей Херсонес-Таврический, купил, вначале должен купить билет, а потом его спрашивают, а что вы хотите здесь посмотреть? Он, ну, я не знаю. Ах, не знаете? Так идите учите богатейшую историю древнегреческого города Херсонес. Нет, он как же, он же должен быть древнерусским вообще город. Это же колыбель цивилизации русской. Херсонес. Ну, там вот такие вот эти все сигмы и псилоны, ятий, правда, нет. Но что у нас еще интересно? Вот еще есть интересная новость из Севастополя. Мы просто очень много говорим про Севастополь, но потому что... Хотя это не Крым. Административно, да. Хотя, да, у нас крымский пармезан, они севастопольские, но тем не менее. Я не понимаю, что это значит, но к Севастополю пристроят шапито. Росгосцирк, уже страшно, может возвести в самом большом городе Крыма временный цирк шапито. Об этом шла речь... Угадайте, где вообще, Александр? Не просто там чья-то инициатива. Это обсуждали на заседании в Минкультуры России. Масштабы, представьте себе. Ну, слушай, очень логично. Минкультуры России. Что еще обсуждать? Что еще обсуждать, как не шапито? Устанавливаем или нет? Я вспоминаю старый анекдот про Чешское министерство морских сообщений. Когда они создали такое министерство, их спрашивали... Это старый советский анекдот. Их спрашивали, скажите, ну, у вас же нет морей у Чехии. Да, у Чехословакии тогда. У вас же нет морей. Они говорят, ну, позвольте, ну, вот у вас же есть министерство культуры. Ну, а тут, видишь, как бы Минкультуры будет заниматься Россия, не Советского Союза, будет заниматься цирком шапито. Ведомство, то есть Минкульт России, предложило построить в Севастополе стационарное здание, так как население в 600 тысяч человек может быть заинтересовано в собственном цирке. Как будто бы собственного цирка нет и без этого шапито. Не хватает им, да, как бы этого цирка. Ну, может быть, слушай, может быть, они хотят построить здание цирка и перенести туда администрацию Севастополя, чтобы люди могли приходить и смотреть, а еще и пополнять казну своими, ну, деньгами, покупая билеты. Конечно. Приезжают аксенов из Крыма в Севастополь для того, чтобы подписать новые важные документы о разделе границы. И, конечно же, это подписание происходит где? В шапито. Ну, вот так визуализируют, собственно, то, что происходит очень часто в Крыму сегодня. Хорошо. Не только Севастополем Единым жил на этой неделе Севастополь, простите, Крым. Есть также еще интересные новости. И об этом мы узнаем очень скоро, буквально через несколько секунд. Мы напомним, что с вами Александр Янковский, Катя Некреча. И это программа «Крымреалии», «Крымский пармезан», которую вы слышите на этой радиостанции. Благодаря средним волнам в вашем доме санкционный продукт. «Крымский пармезан». Слушайте каждую субботу на частоте 549 килогерц. Это программа «Крымский пармезан». С вами Александр Янковский, Екатерина Некреча. И сегодня мы традиционно знакомим вас с самыми интересными событиями, которые случились на территории полуострова. Но делаем мы это нетрадиционно. Вот так вот. Вот так вот. Как умеем, так и делаем. Так и делаем. А вот есть такая, знаешь, еще есть, точнее была, я бы так сказал. Был такой прокурор в Крыму. Я вам скажу сразу. Была, есть и будет. Но она была в качестве прокурора. Наталья Поклонская. Теперь она депутат Государственной Думы России от оккупированного Крыма. Наталья Поклонская. Она не так давно вышла замуж. И ее муж Иван Соловьев после этого... Соловьев не тот Соловьев. Другой Соловьев. Иван. Иван Соловьев. Да, после. Какая была бы пара, ну ладно. После того, как он вместе со своей супругой, ну то есть как бы он вдохновился тем, чем занимается его супруга Наталья Поклонская. А занимается она в том числе приемами граждан. И после этих приемов граждан он наслушался там людей, которые, ну, не всегда благозвучно отзывались о чиновниках. И так далее. И после этого муж Натальи Поклонской, Иван Соловьев, написал стих. А поэзию мужа госпожа Поклонская опубликовала в Фейсбуке. Какая сложная вообще жизнь у мужа чиновницы. Но я вас попрошу все-таки первые четыре строчки прочитать вам, потому что там, мне кажется, так по смыслу подойдет. Давайте. Хорошо. 9 тысяч. Зарплата большая. Купи макарошек и два коровая. Родила ребенка? Что еще надо? Это ж по жизни большая награда. Чтобы не думать, есть ТВ-шоу. Хочешь поесть, копай огород. Живи с поглощающей чувства виною, что проживешь после пенсии год. Оу-йоу. Наверх обратился, ты попрошайка. Скорость превысил, никто не забыт. Деньги вложил, игра угадайка. Останется банк или будет закрыт. Так как вы начали эту рыбтему, я продолжу дальше чтение стиха. Цены растут, это нормально. Деньги нужны, кредит получи. Пендаль отвесит всегда персонально. Испытанный выход сиди и молчи. Вечный вопрос. Кто ты, откуда? На время пришел и зачем ты живешь? Зря не тревожь, не печалься. Покуда сам этот путь до конца не пройдешь? Гениально, гениально просто. Я бы сказал бы, ты знаешь, если бы я не знал, что это написал муж Натальи Поклонской, Иван Соловьев, я бы сказал, хорошее сочинение должно быть Пушкина стихи. Вот, когда вы начали читать вот последние эти строки, я, честно говоря, про Пушкина сразу и подумала. И еще подумала, насколько гениальное произведение, которое можно читать разными способами, понимаете? И как Пушкин ты читаешь это, и как рэп-исполнитель. И как Лермонтов. Александр, мне кажется, у меня, значит, есть своя версия. Возможно, этот стих писал не муж Поклонской. Про 9 тысяч рублей, зарплата большая. Крымская большая зарплата. Я думаю, возможно, написала, раз выложила у себя в Фейсбуке это сама Поклонская, она просто не знала, как же отреагирует общественность. И дабы не провалиться... Он писал не напрямую, но ее руками. Он ей диктовал. Просто, понимаете, если бы она об этом сказала, что вот мой стих, и было бы много дизлайков, например, она бы сильно распереживалась, и потом бы, значит, выила бы пляж своему мужу, и он бы снова в депрессии какие-то упал. А так она решила. Вот, родила я стих, написала его. Я его запущу, как будто бы это мой муж написал. Если это будет популярной темой, тогда в дальнейшем я свои стихи буду писать от своего имени. А так он, значит, вот пусть, если что, отгребает. А давай мы сейчас послушаем, что сама госпожа Поклонская рассказала не о стихах своего мужа, а о своей работе, которая, вот, собственно говоря, и подвигла ее мужа на написание такого стихотворения о работе в Государственной Думе России. Ну, знаете, разочарование – это такое, какая-то эмоция. Самое главное, чтобы люди не разочаровались. Вот это самое главное. Ну, это работа. Я, знаете, к этому привыкла в прокуратуре. Когда ты делаешь свою работу, и если тебя постоянно хвалят, что-то не то. Что-то не то, и что-то не так. Я до речи практически потерял. То есть, если ты работаешь на своей работе, на своей должности, и тебя постоянно хвалят или вообще хвалят что-то не то. Конечно. Именно такими принципами действует в своей деятельности круизный лайнер «Князь Владимир». Это следующая тема нашей программы «Крымский пармезан». Напомню, что мы обсуждаем самые интересные события, связанные в той или иной степени с Крымом. Так вот, лайнер «Князь Владимир» отправится в этом году в первый круиз. 28 апреля обещают совершить свой первый рейс, а это будет первый рейс этого года, утверждает компания-оператор «Черноморские круизы». В навигации 2019 года гостей лайнера ожидает ряд обновлений. Помимо полного семидневного круиза, гостей ждет обновленная экскурсионная программа в городах следования круизного лайнера и 10 новых захватывающих маршрутах. Чем интересно? Мы с вами знаем, мы так много новостей читали о том в наших эфирах, как князь Владимир собирался в путь, но никак не собрался, и как только к концу лета в итоге он выходил по маршруту. В августе, в прошлом году его обещали, что он выйдет в мае, потом случился пожар, потом случился поломка, следующий ремонт, потом его снова ремонтировали. Да, и его ремонтировали, ремонтировали, он в первый раз снова вышел только в августе в прошлом году. Это знаменитый круизный лайнер «Князь Владимир», я бы сказал, международный круиз, потому что это единственный круиз, который приходит в порты аннексированного Крыма, и курсирует он из России в оккупированный Крым и обратно, но не всегда успешно. Я раньше думал, потому что это связано с поломками, но после гениальных слов госпожи Поклонской я понял, что это связано не с поломками, а просто если кто-то что-то делает хорошо, точнее, если кого-то хвалят, значит, он это делает плохо. А «Князь Владимир» постоянно ругает, значит, он все делает хорошо. Все делает хорошо и даже лучше. Как же это так, когда ты объявляешь, что вот круиз на такую-то дату, люди покупают билеты, не дешевые билеты, кстати говоря. А ты говоришь, извините, но в апреле круиза не будет, а ваш круиз будет в августе, может быть. Но вы держитесь. И вы купили на круиз по маршруту Сочи, Феодосия, Ялта, Севастополь, а мы дойдем только до Новороссийска, а потом, наверное, вернемся обратно, если не загоримся. Если загоримся, но, может быть, где-то там постоим, потушимся немножко. А тем временем, Керченская переправа снизила тариф для легковушек, которых нет. Уже экс-генеральный директор крымских и морских портов Алексей Волков заявил, что стоимость перевозки на пароме для легковушек снизилась до 500 рублей. При этом, по данным Волкова, за 4 дня, то есть с 6 по 10 февраля, паромная переправа перевезла только, угадайте, сколько авто? Один. Три. Три автомобиля. Три автомобиля. И я так подозреваю, это после того, как открыли движение уже и легковых, и грузовых автомобилей по Керченскому мосту, по мосту через Керченскую переправу, все равно есть какие-то люди, которые, может быть, не доверяют мосту. И поэтому они едут через переправу. Знаешь, все-таки как бы не... Новости-то про мост, какие постоянно, что он где-то согнулся, падает, что-то происходит. Тут 500 рублей, и ты на пароме катишься. Ну, вообще нормальный бизнес, я считаю. Если у тебя нет совсем клиентов, ты, конечно же, делаешь еще скидки. Снижаешь цены. А потом, может быть, будет 0 рубля, а потом будет доплачивать. Слушайте, ну это не по-крымски, потому что крымский туризм, да, и крымчане-то как делают? Все эти годы мы тем более наблюдаем. Туристов нет, а цены растут. А, смотри, здесь все будет сделано очень хорошо. Это все в сговоре с крымскими. То есть заезжает корабль на Кубани, не корабль, заходит корабль в порт, паром этот, туда заезжают эти легковушки, с них, с каждого по 500 рублей, а потом говорят, извините, рейс будет в августе. На три легковушки заработали полторы тысячи рублей. Полторы тысячи рублей, но, извините, вы можете постоять здесь, конечно, до августа. Вы бизнес-стратег. Вы знаете, сейчас очень популярно давать тренинги на эти темы, а вы бесплатно просто так раздаете такие гениальные идеи. Александр, я не могу... Я сообщу в конце программы номер своего расчетного счета. Хорошо, а тем временем Стивен Сигал собирается снова приехать в Крым. Ему понравилось? Наверное. Об этом заявил спикер подконтрольного Кремлю парламента Крыма Владимир Константинов. Он утверждает, что пригласил в Крым голливудского актера Стивена Сигала, которого Министерство иностранных дел России назначило спецпредставителем по вопросам российско-американских гуманитарных отношений. Что вы смеетесь? Подождите. Актер, американский актер был уже в Крыму, подружился с местными типа Константинова людьми, и МИД России решил, что он будет представителем в России по российско-американским гуманитарным отношениям. Конечно, а по каким же ему? А кто его, интересно, выдвинул? От США его кто-то делегировал? Нет, его Министерство иностранных дел Россия выдвинула. То есть, Россия решила, что именно этот американский актер будет представителем в этой вот... Все понятно. Дональд Джонович Трамп, вот вам представитель, пожалуйста, общайтесь с ним по поводу гуманитарных отношений. А не хотите, не будем общаться больше. Но это поможет на самом деле в крымских СМИ, в новостях передавать какую-то хотя бы плюс-минус официальную информацию. Ну, как бы плюс-минус официальным. Вот представитель по вопросам российско-американских гуманитарных отношений вот приехал в Крым для того, чтобы обсудить наши отношения. Да, смотри, господин Константинов, которого возглавляет парламент аннексированного Крыма, познакомился с американским актером Стивеном Сигалом на форуме, экономическом форуме в Сочи, который проходил 14-15 февраля этого года и пригласил его в Крым. По данным из открытых источников, Сигал посещал аннексированного Крым в 14-м и в 15-м году, а в мае 2017 года Служба безопасности Украины запретила Сигалу въезд в Украину на 5 лет. Ну, вот так вот, да. Уровень таких инвестиционных, экономических и межгалактических связей Крыма с миром, он, конечно, потрясающий. Конечно, потому что это сейчас 14-15 февраля в Сочи проходил международный экономический форум, на который приехал такой ведущий экономист, видимо, как Сигал, видимо, его в качестве экономиста пригласили. Он, наверное, роль какую-то играл экономистой. И заслуженный строитель Украины, кстати, там был. Это не Сигал, нет, заслуженный строитель Украины это господин Константинов. И вот до сих пор, видимо, не лишили звания, и он там всем представляет. Он реально заслуженный. Он реально заслуженный строитель Украины. Теперь приедут, но в скором времени в Ялте будет проходить экономический форум. И туда крымские вот эти власти, подконтрольные России, уже проанонсировали, что туда приедет президент Сирии Башар Асад и французский политик, лидер партии национального объединения Марин Ле Пен. Об этом сказал сопредседатель фонда Ялтинский Международный экономический форум Андрей Назаров. Вот так. Ну, мы напомним, что этот форум уже проходит, он с 15-го года учрежден был. Ялтинский Международный экономический форум, который называют. И это как раз место, где какие-то люди туда приезжают, какие-то сделки якобы совершаются, какие-то инвестиции обещаются, но по факту потом ничего не происходит в принципе. Но такие высокие гости, конечно, на этом мероприятии в нынешнем году будут. Александр, а вы все критикуете российских крымских политиков? Я считаю, что все делают правильно вот эти крымские политики, потому что те люди, которые приезжают туда, вот ты говоришь, что не привозят никаких инвестиций, это тоже правильно. Но при этом им оплачивают питание, проживание, поят, кормят, разве что не одевают. Мы не знаем. Да, мы тоже не знаем, дают ли какие-то еще деньги. Показывают какие-то достопримечательности. Ну, во-первых, какая-никакая работа, знаешь, у таксистов и у местных, да, и в санаториях, и пансионатах, отелях и кафе. Это раз. А во-вторых, можно заявлять после этого про развитие международного туризма. Это два. Ну, и третий, и мне кажется, это тоже очень важный момент, можно вообще просто что-то заявлять. А четвертый, это вообще абсолютно самый главный момент, что все это делается за деньги российского бюджета. Ну, почему бы не позволить крымским чиновникам подоить еще немного российский бюджет? Ну, вообще информация, которая подтверждает вот эту всю историю, она тоже, знаете, специфическая, потому что об этом сообщает близко к властям Крыма издание Крыминфорум, и там говорится, что Липен и Асад якобы подтвердили участие в форуме, понимаете? То есть, новость об этом, она уже разлетелась, да, а будут ли они на самом деле и знают ли они вообще на самом деле о том, что собираются приехать на Ялтинский форум? И вообще об Ялтинском, так называемом международном экономическом форуме знают ли они что-либо, да? Я думаю, что знают. Еще неизвестно. Я думаю, что там ограниченное количество возможностей выступить на каких-либо форумах, поэтому, в принципе, Ялтинский экономический форум пророссийский, он может быть в топе на самом деле. А если не знают, то пусть слушают программу «Крымский пармезан», мы обязательно расскажем и про этот так называемый международный экономический форум. С вами Александр Янковский, Катя Некречия, мы журналисты «Крымреалии», и «Крымский пармезан» это возможность узнать интересные новости, которые произошли в Крыму за последнюю неделю. Оставайтесь с нами. Благодаря средним волнам в вашем доме санкционный продукт. «Крымский пармезан» Слушайте каждую субботу на частоте 549 кГц. Это программа «Крымский пармезан». С вами Александр Янковский, Екатерина Некреча, и мы продолжаем знакомить вас с самыми интересными событиями, которые случились в Крыму на этой неделе. Александр, я хочу вам кое-что сказать. Говорите. Что-то очень важное. Вы знаете, парламент, российский парламент Крыма заказал изготовление медали в честь пятилетней годовщины аннексии полуострова России, которую в соседней России и в Крыму пророссийские власти называют присоединением и отмечают эту дату. Нет, подожди, они воссоединением это называют. Нет, ну или так, или так. Так, в общем, 500 медалей заказали, да, и это будет стоить 407 тысяч рублей. Об этом сообщил зам спикера российского парламента Крыма Эфим Фикс. Так вот. Экснародный депутат Украины от СДПО. А, вот так вот. Ну, видите, знакомые лица. 500 медалей. Просто много же медалей вручалось за все это время. Неужели не все еще награждены? Вот у меня вопрос. Ну, победитель конкурс... Ну, тут вопрос сейчас в другом. Победитель конкурса на изготовление этих медалей, собственно, стал московский завод Госзнак. То есть, был проведен какой-то конкурс, да, и, собственно, эти 407 тысяч рублей, они кому-то пойдут. Слушай, ну, этот завод Госзнак, он как бы, он делает монеты, он печатает медали, медальки и так далее, всякие значки. Поэтому тут все логично. Получается, что приблизительно одна медаль стоит тысяча рублей, чуть меньше тысячи рублей. Тоже, в принципе, недорого. Как, в принципе, недорого продали, они его... Ну, насколько я просто понимаю, что такое вот награждение, это очередная возможность для украинских правоохранительных органов, например, зафиксировать каких-то особых людей, потому что награждать этими медалями будут в том числе гостей из других субъектов... Это цитата. Гостей из других субъектов Российской Федерации и тех, кто принимал участие в организации проведения Крымского референдума, эффективно работал в этом направлении, сообщил замспикер Российского парламента Крыма. То есть, в принципе, санкционный список, например, или количество дел, которые откроют украинские силовики, может увеличиться. То есть звонит Ефим Фикс. Мы вас тут хотим наградить медалькой, такая очень красивая, а как называют? Ну, за воссоединение Крыма. Не-не-не, спасибо, не надо. Умный человек скажет, спасибо, не надо. Мне еще в Европу ехать или в Америку. Спасибо, спасибо, дорогой Ефим Фикс. Пожалуйста, не надо. Спасибо, пожалуйста. Может быть... А вот, кстати, Стивана Сигала, интересно, наградят такую медалью или нет? Я думаю, что должны, иначе он обидится. Обидится. Хорошо. Интересно, что будет изображено на этой медали. В верхней части будет расположена надпись... Аксеновка с Константиновым, например, в обнимку. Это твоя версия, да? Ну да. Мои неподтвержденные источники. А сверху над ними Путин. Парит, да? Парит с анимбом. Но нет, видишь, в центре будет изображение мужчины и женщины с развивающимися знаменами на фоне парламента полуострова, а в нижней части расходящиеся лавровые ветви. На оборотной стороне надпись воззнаменований пятой годовщины. Изображение Грифона в центре, а под ним надпись воссоединение Крыма с Россией 2014-2019. Аминь. Все. То есть как бы они подводят 2014-2019, больше не надо. Да, вот такая вот дата и такой вот повод. Ну что, а тем временем уже есть недовольные, видимо, тем, кому не досталось этих медалек. Я же знала, что так будет. Когда вы собираетесь кого-то награждать или хвалить, всегда ожидайте, что останется, что большинство вообще людей будут обижены, конечно же. 500 медалей всего. 500 всего. Понимаете? И это же значит, что просто как бы миллионы граждан Российской Федерации останутся недовольными. Потому что, ну, им же господин Ильяев сказал, денег нет, ну вы держите, хотя бы медальку бы дали. Так вот, в Севастополе пророссийские общественники заявили, что Москва, цитирую, забыла героев Крымской весны. В Севастополе пророссийские общественники раскритиковали власти России за то, что те никак не отметили многих героев Русской весны, которые активно помогали России аннексировать Севастополь в 2014 году. Об этом на пресс-конференции 14 февраля, вот смотри, День влюбленных они как отметили, они провели пресс-конференцию и на ней, ну, во-первых, конечно же, это президент Севастопольского отделения мотоклуба прокремлевского «Ночные волки» Дмитрий Синичкин, также был председатель Совета общественного движения «Гражданский штаб» в поддержку Путина, Александр Синявский, представитель региональной общественной организации «Волк», практически зубами «Щелк» и в неведомственной организации по ликвидации коррупции Игорь Сочнев, Синичкин, Синявский и Сочнев сообщили журналистам, что являются представителями Севастопольского координационного комитета по проведению торжественных мероприятий, посвященных пятой годовщине российской аннексии полуострова. И в частности, Синичкин сказал, что их арткомитет планирует общественное награждение участников «Русской весны» значками, медалями, потому что есть обиды пошли. 14 февраля, когда все вокруг в сердцах, в романтике, а ты вдруг недолюбленным себя почувствовал, это на самом деле такое ощущение может возникать у кого-то. И представьте себе, когда вы читаете новости о том, что за эти пять лет награждали кучу народу, тебя не наградили за аннексию Крыма, а тут еще, значит, 500 медалей новых делают, но ты узнал, что ты там не в списках, понимаете? И тут 14 февраля, когда все с шариками, ну, ты чувствуешь себя одиноко и ты нелюбим. Дарите друг другу сердечки. Мы же не знаем, что происходило после конференции. Вот, и все, да. И будет вам хорошо и счастье. Нет, видишь, надо обязательно медали, надо сделать общественно. Ну, на самом деле, если хотите сделать чистосердечное признание по поводу своего участия в аннексии Крыма, и да, собственно, вы всегда это можете делать с правоохранительных органами, да, Украины. Украины, конечно. Ну, что же. Слушай, у нас опять что-то очень много новостей из Симферополя, но... Из Севастополя, я хотел сказать, простите. Но я бы начал бы вот такую. Пытаются все-таки... Не знают, что сделать в Крыму за последние пять лет с извечной уже российской проблемой, а также с проблемой оккупированных Россией территорий с дураками и дорогами. Но что делать с дураками? Напечатают медалек, 500 штук, по крайней мере, да, за так называемое воссоединение Крыма с Россией. Что делать с дорогами? Еще решают. Может быть, можно тоже сделать, граничиться медальками и всем раздать. А пока что пытаются, пошло в ход такое секретное оружие. Начнут трассы укладывать с применением технологии суперасфальт. Около тысячи километров дорог в ближайшие два года планируется уложить по технологии суперасфальт, которая позволяет подобрать смесь с техническими характеристиками в зависимости от особенности климата и интенсивности движения в конкретном регионе. Об этом в четверг написала газета «Известия» со ссылкой на представителей Росавтодора. И, кстати, говорят, что эту технологию могут использовать на трассе Таврида. Но пока не использовали... Значит, я поняла. Эту технологию, эту технологию, которая называется суперасфальт. Супер, да. Вообще, как назовешь, так, значит, да. Понимаете? Я думаю, там буква «У» лишняя. Не суперасфальт, а сперасфальт. Это где-то будет вот такая. В реальности будет технология. Почему я так думаю? Потому что эта технология, супер без буквы «У», она уже использована в Севастополе и в Симферополе. Уже апробирована эта новейшая российская технология. В Симферополе половина дорог без асфальта. В Симферополе половина дорог не имеет твердого покрытия. Об этом на оперативно-хозяйственном совещании сообщила глава администрации города Наталья Маленко. Мы уже обследовали 1140 дорог в Симферополе и не осталось уже ни одной, где бы не побывало вот наше предприятие «Город». Сейчас у нас 570 дорог без покрытия, то есть не заасфальтированные. И сегодня закрывается вопрос. Утверждается перечень по ремонту в 2019 году. Я хочу предупредить наших радиослушателей, дорогих, если вы нас слушаете в Крыму, вы помните, что весь 2018 год Симферополь просто-напросто стоял в пробках. Просто по той причине, что проводился капитальный ремонт самых основных магистральных улиц этого города. И не принят этот ремонт. Закатали сотни миллионов рублей в асфальт. Ни одну дорогу толком не смогли отремонтировать, но при этом город стоял полгода в пробках. Теперь госпожа Маленко говорит, что мы будем ремонтировать вот эти дороги. То есть будьте готовы к тому, что вам следующий год тоже стоять в пробках. Вот, да. Это, конечно, для жителей Симферополя и для жителей Крыма неудобный такой момент, но, тем не менее, мне кажется, что хэштег спер асфальт это может быть такой популярной историей в интернете. Но, Александр, я теперь должна поговорить немного о мужчинах. Дело в том, что немного о мужчинах. Это просто нечто. Жаль, что нашим радиослушателям это невозможно показать, но кто любопытен, может, конечно, нагуглить эту всю тему. Представьте себе рейтинг самых успешных и мужественных мужчин Крыма 2019. Можете себе представить этот рейтинг? И кого бы вы представили вот успешной и мужественной, да? Кто сразу вам, спадая на думку, о ком вы сразу думаете? Кто это? Я даже не знаю. Ну, вот подумайте, ну, кто это может быть? Дело в том, что такой конкурс объявила Комсомольская правда Крым, и там есть несколько разделов таких, там, например, силовики, там, журналисты, чиновники, и все это по разделам. Ты заходишь в каждый, смотришь, сколько, условно, там лайков, сколько голосов набрал каждый претендент. Ну, вот на самом деле, знаете, чье имя и фамилия меня просто, просто поразили? Да, говорите. В разделе журналисты и пиарщики среди самых успешных попал журналист Олег Крючков. Ну, это абсолютно логично. Абсолютно логично. Конечно, как бы, ну, а кто же? Ну, слушай, ну, не журналистов же туда отмечать, как бы, журналисты и пиарщики попал Олег Крючков. Ну, пока он еще не в топе, конечно, рейтинг такой набрал. Напомню, что недавно был, конечно, была ситуация, когда журналист, которого он уволил, дал ему по лицу, вот, но... А в этот также список вошли, ну, не в этот список, не журналисты и пиарщики, а в список депутаты попали депутаты, ну, понятно, что в депутаты попали депутаты Госдумы России от оккупированного Крыма Руслан Бальбек, Дмитрий Белик и Андрей Козенко. Также в раздел чиновника попали бывший глава Крымских морских портов Алексей Волков, теперешний глава российской администрации в Патуре Андрей Филонов и глава администрации Ялты Алексей Челпанов. Тут все логично, Катя, тут на самом деле человек попадает в кресло, он сразу же попадает в этот список, его выкидывают из этого кресла, он сразу же выкидывают из этого списка. Газета Комсомольская правда, мы с вами много-много-много лет. Комсомольцы мы всегда такие. А также, значит, в разделе бизнесмена-управленца оказался владелец парка Львов-Тайган и зоопарка-сказка Олег Зубков, который... Ну, который пока в крымском как бы рейтинге топ-мужчин Крыма, да, но скоро может оказаться в рейтинге Португалии. Это почему же? Потому что из-за, как он говорит, из-за ухудшения ситуации в Крыму он вынужден был открыть бизнес именно в Португалии. Но вот... Это подожди, это я нашим радиослушателям, если те, кто не следили за событиями в Крыму в 2014 году, напомню, что это тот самый Олег Зубков, который на камеру, на камеры российских телеканалов обещал, что в случае, если надо будет защитить выбор крымчан и вот это российское движение в сторону России от там укропов и пиндосов, да, то он обязательно выведет своих волков... Львов. Львов выведет, да, на защиту молодой республики. но недолго, в общем, он продержался с этим, потому что спустя какое-то время казалось, что у него конфликт с Сергеем Аксеновым и что бизнес у Олега Зубкова всячески мешали, там просто были какие-то сумасшедшие вещи, он постоянно обращался, информировал там интернет и СМИ о том, что происходит, но теперь крымский предприниматель, владелец зоопарка «Сказка» и парка «Львов Тайган» Олег Зубков утверждает, что начал выводить свои активы в открытый им бизнес в Португалии, а в интервью в Крымреалии он сообщил, что этому способствовала именно ситуация в Крыму, вот, он отметил, что его парки продолжат работу, но какие дальнейшие перспективы, он, значит, высказал сомнения. Подожди, Олег Зубков, 2014 год, Россия, Крым, Россия и так далее, да, то есть не позволим остаться в Украине, Олег Зубков, мы выведем Львов на защиту российского выбора крымчан, спустя 5 лет уезжает в ненавистную вот эту Европу, и даже не в соседнюю Россию из Крыма, а уезжает в Европу, в Португалию, где логика? Логики нет, но это кова реальность. Вот такая наша программа. Ну, я не могу еще кое-чего не сказать. Дело в том, что есть, значит, в Крыму российский министр спорта, и ее понизили в должности. Вот два года, она практически больше, чем два года проработала. Ее назначил российский глава Крыма Сергей Аксенов в 2016 году, а вот сейчас он подписал указ о понижении в должности Елизаветы Кожичевой. Кожичева, да, правильная фамилия? Вот дело в том, что, да, говорят о том, что Елизавета... Крымские медиа говорят о том, что она племянница Константинова, в общем, непонятно. Родственница Константинова. Вроде как родственница. Вроде как. Я тоже, когда этот эфир проводила, я думала, что родственница, потому что крымские СМИ так писали. Да, и самое интересное, что до этого ее связывает история определенно с Владимиром Константиновым. Она работала в его бизнесе в строительной этой фирме Консоль, потом она работала его секретаршей, это уже после 2014 года, потом, в общем, стремительно стала министром. А вот в эфире Крымреалии российский общественный активист, глава организации «Чистый берег Крым» Владимир Горначук прокомментировал назначение в российском правительстве Крыма, и вот что он рассказал. Константинова целый гарем в Государственном Совете и депутатов, вернее, депутатов женского пола, который называет его папочкой, и называет министра спортов его племянницей, это, конечно, такое сильное заявление, потому что на текущий момент Владимир Андреевич как по дешах царствует в Государственном Совете, раздаёт должности своим любовницам. Мы видим, как в том числе министра спорта, которого назначили тоже на эту должность. Поэтому это вообще какой-то сюжет, когда уже взрослый, пожилой человек устроил себя при живой жене фактически гарем в Государственном Совете. Откуда такие данные у Владимира Горначука он не сказал, конечно, но поделился таким мнением, которое не подтверждено официальными источниками. То есть сам Константинов в этом не признался. У меня есть другие официальные данные, другая новость, которую я хотел бы закончить нашу программу. Феодосия, люди пошли по доброй воле в море, в холодное море. Вот, понимаешь, открыли купальный сезон. Открыт уже туристический сезон. Назло врагам, так сказать. Феодосия, прошёл слёт любителей зимнего плавания со всего Крыма. По информации российской, пресс-службы российской администрации города, заплыв торжественный прошёл на набережной десантников. Почему торжественный? А чем отличается торжественный заплыв от неторжественного? Цветом плавок, я так думал, да, он или цветом купальников отвечается. Но нет, дело в том, что некоторые участники заплыва держали в руках российские и даже советские флаги. Вот так вот. Вот в чём торжественность проявлялась этого торжественного заплыва. То, что в руках не подержишь на материковой Украине, ну, я про какие-то флаги, например, там, коммунистические, которые запрещены, да, с ними можно плыть. А тут, оказывается, с этим, в общем, можно всё в море. Но, как сообщает пресс-служба, они далеко не уплыли, все вернулись обратно. То есть, видимо, хотели дальше уплыть с этими флагами, но не получилось. А у нас сегодня получилась программа «Крымский пармезан». Уже её для вас подготовили и провели Александр Янковский, Екатерина Некреча. А мы с вами услышимся ровно через неделю. Если будете скучать, заходите на наш сайт Крымреали. Благодаря средним волнам в вашем доме санкционный продукт. «Крымский пармезан». Слушайте каждую субботу на частоте 549 килогерц. «Крымский пармезан».